Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало ФФА-сериала в Сидмерс Цивилизейшн 6 аж на 10 человек! Я играю за Японию, против меня Димка Бау за США, Быков за Бразилию, Джек за Ньгерманию, Камикадзе за Конго, Арчи за Польшу, Джесс за Россию, Грей за Грецию Перикла, Сандро за Персию и Толстой за Австралию. Естественно, игра получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. И традиционно напоминаю, что оскорбления участников в комментариях запрещены, как и бессодержательные спойлеры. Это такие спойлеры, в которых вы одним-двумя словами описываете, что происходит в серии, при этом никак это не комментируя и не высказывая собственное мнение. Вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра! Плюс 14, да? Или плюс 16? Науки. С одного кампуса. Да нет, я так их не видел. Там Австралии вроде понерфили. Нельзя плюс 14, плюс 16. Да, там плюс 3, Макс. Да, там плюс 1, плюс 3. Не знаю. Плюс 3, если еще горы будут, там, ну, суммарно можно сделать плюс 8 получается. О, вот это чудо какое-то. Если я сто лет не играл за Германию, у нее бонусы только от Ганзы. От бонусных ресурсов или только от редких? От ресурсов. От ресурсов, да просто. Но без шахт. И без кабиналомин. Да, это я помню. Так, карта обычная Пангея. Какие-то особенности вы делали или просто Пангея? Новый мир, Изобильные ресурсы. Ну, Австралии в Тундре купил. Изобильные ресурсы? Да. Что-то у меня нихрена не Изобильные. В Тундре Австралийте легально? Нормально. О, сокращается мое появление в Тундре шанс. Блин, не очень место вообще, откровенно. Во-первых, нету еды. Что еще в Тундре? Я в Тундре. Ну, значит, где-то я в середине. Ресурс роскоши 1. Ну, тут, конечно, водную мельницу можно будет построить. Но изначально очень плохо все. Тут, конечно, чудо. Какие-то конченные старты начались. Тундра. А у нас мало, не знаю. Я бы не уходил. А это в Тундре, что ли? Хотя мне вот рекомендуют сюда подойти. Это вообще какой-то не новый мир. Вообще есть. Я в Тундре с озером. У меня норм. Нет, нет. Давайте или я, давайте? Кстати, нет. Нет, давайте без этой херни. Надо играть, да. Надо играть. Вот как появился. В этом же интерес Цивы. Типа, ты должен как-то... Чтобы не на всю территорию 4 холма? Проблема в том, что я даже не могу сюда входить. У меня тогда не будет... У меня еды тогда не будет. То есть я... Либо тут мне ставить... Хотя, ну, например, сюда подойти. Но я бы остался просто... Потому что у меня вообще тогда не будет. То есть... Ну, блин. Это жопа какая-то. Еды нету вообще. Я вынужден тут ставить. Так, сразу сюда прыгну. Сейчас открою... Чудо. Вот, вот, все собирайтесь. Идем дальше. Я передумал бы. Блин, может... Мне, наверное, придется одного разведчика строить, а потом сразу строителя. Ну да, как эти кочевники в Эндис Легджет. Собрал город, уехал просто. Мы бухгани запанили? Да. Играем без двух пантеонов на плюс силу QUniton. Вот a grand site this must present in the wet series. А вот еще ресурсы. Ну так. Нормально ушел из тундра, пришел в пустыню. Класс. Тогда еще неплохо. Так-то тундру получше. Все правильно сделал. Кстати, вот тут, наверное, будет интересный город. Шел к успеху. Хранно, что промежуток между тундрой и пустыней составляет все 5 клеток. Это бывает. Бывает и 3 клетки. Ой, тут уже побережье. Ну, слава богу, хоть с одной стороны у меня не будет соседа. Я не в центре. Не переживайте. Нормально. Веди поселенцы сюда. Я иду к тебе. Прямо голым поселенцы. Так, сколько стоит поселенец? Сто шестьдесят золота. Сейчас чек-чек-чек-бойн побегает, и я пошел отдохнуть. Да уж скауты на следующий ход побегать. А, уже? Уфигачно там кого-то старт. Скауты на следующий ход. Ничего себе, аж два... А, нет, это я нашел. Я город, на всяком случае, поставил. Я континент нашел, да. Ну, как он скаут на лавках, стройте, или на яблок? А вот мастерство сам... А, нет, раннее империя... Скауты на лавках строить, или на яблоках? На яблоках разве можно скауту строить? Нет, фокус на что ставить во время строительства. Смотря сколько яблок. Не, я считаю, что вначале надо вырвать. Он имеет в виду про то, что вы вначале растете, вам важно вырасти, но при этом вы скауту строите. Или вы максите производство, чтобы быстрее скаута построить? Которые зависят. Которые зависят. Которые зависят. Которые зависят очень страшно. Тут вон непонятно вообще, про что говорим, если клетки 1-2. Ну да, я вот тоже. Есть разница, клетка 1-2 или там 1-4. 1-4, понятно, на что максить, а когда? Обязательно, если рядом сейчас стоит клетка 1-4, рядом 5-0. А боже, а если 13-6 стоит клетка, интересно. У нас 6 не бывает. Да не, не может быть. Ну бывает. Так, еще зверо пошла. Значит, будет еще пансион. Точно. На еду. На еду. На еду. На еду. На еду больше, макси еду. Так, я все-таки буду строителем. Ну или два делать. Потому что надо расти как можно быстрее. Давайте я иду на гончарное дело. У меня есть картии без варваров, может, имеет смысл построить сразу много скалов. Закончить горное дело, потому что, ну, в любом случае, на счастье, надо добавить. Потом идти в орошение. То есть я строителям построю тут ферму, ускрою орошение, ускорю, а потом обработаю гипс. Кто deserves больше кредит, чем в вайфе? Да, вот Канди не очень стоит. Мне тут будет мешать на реке город ставить. Ну, пока вот, блин, давайте я, наверное, отмечу. Вот тут пока предварительно город. Ну, тут еще, конечно, исследовать надо и точно решить, в каком месте. Видимо, тут сейчас где-то город-река будет. Ну и вон, где скаут стоит, например. Кто же Нзибар открыл? Кто-то открыл? Чмо, блин. Кандийская. Не в тему прыгнула. Подгадайся, кто открыл. Здорово. Здорово. Ты далеко от человека? Ну, нет. Открой линзы и увидишь, что я далеко очень близко. На реке стоишь вот этой? А, на нижней. Блин. Ну, как жить-то будем с тобой мирно? Ну, не знаю. В принципе, я, Америка, могу бы воевать. На ходу седьмом такие вопросы. Не, ну просто как бы ситуация какая? Слева море, снизу тундра. Вот здесь. Сейчас посмотрим, где найду, где ты. Нормальная, типичная ситуация для мира до сотого хода. Мужчина. Слава богу, эта ДГ-шка у меня в столице. Кто Лиссабон нашел? Кого-то можно встретить. Меня можно там встретить. Как отец его? Слева. А я справа. А я рядом. Леный Преслав я еще первый нашел. Рядом с горой, ясно. Будет этот мой марчевый. Это будет упорочный до конца. Я могу так сказать. У меня тут рядом какое-то место, как будто всю пшеницу карты собрали и поставили вот здесь вот. Раз, два. Восемь пшениц. Восемь пшениц. Играли через игру в одном месте карты. На десять клеток было семь алюминия. И он был весь там, собственно, с карты. А алюминия, у него какой-то глюк. Я очень часто вижу. Ты когда открываешь, офигеваешь. Они или три, или четыре вообще. Вот особенно на клетках пустыни. Да, это какой-то влюк, мне кажется. Не должно так быть. Так, ускорили орошение. Так, собственно, фига я орошение, это открываю. Мне сейчас не орошение надо. Блин, почему я не Россия? Чудо для него. Для нее. Вулканчик? Ага. Ну, хорошо, что ты не Россия. Не, кредит. Давайте, наверное, астрологию для начала. Так, а тут амбар. Кровь эту нашел. Яс. А, так России совсем близко. Разведчика все-таки. Разведчик. Тут очень важно, потому что пока непонятно, куда ставить. Да, вот тут проблема. Раз, два, три. Вот мешает Канди, видите, нормально город поставить. Сделал Крио-3. Это твоя стольня? Да. Хотя вот тут место интересное. Ну, это очень печально. Это моя стольня. Это моя стольня. Это моя стольня. Вот сюда могу город поставить. Блин, я не знаю, что делать. Три. Сюда даже нет. Я могу тебе вниз не селиться. А ты и так не будешь селиться, я посел уже веду. Ты вообще не будешь селиться. Ну, у кого-то фронки не хватает, да, уже посел ведет. А я одного разведа только построил, мне второй раз соленки дать. Блин, я не хочу, но лучше бежать. Где мой сосед? Ха-ха-ха. Те сказали... О, еще одна пшеница. Это хорошо. Так и у меня, походу, особо нет соседей. Я жкурил, карта большая. Надо сверху смотреть. Бразилица с американцем вроде не особо далеко друг от друга. Нам стоточим. Тут еще и русский ряд. Только им не повезло. Как всегда очень. Только вторую нашел. Так. О, господин, астралийцы. Сейчас надо решать, на что-то ничего он брать. А ты же, надеюсь, далеко, да? Да, сверху немец. А как далеко? Вот горы увидишься, там был город настаёт. Знаете, наши Астралии вы закручили с Абон, да, ты же вы нашел? Ага. Вот там вот это вот... Вера от розников редких и бонусных ресурсов. Кстати, это будет вот у меня... Ну, надо ли мне столько веры, вопрос. А вот почему я не могу? Ну, потому что он в трех клетках от меня. Давайте искру божьего. Нет, река, куда я хочу. Город не ставить, по самому. Ну, давай только на своем дорего. Ну, давай. И караванчиками в сторону не надо. Видишь, что тут караванов? Ага. Ну, людей уже караваны. Караваны. Так, давайте уже поселенцы строить. Не, блин, он через пять ходов только вырастет. Четыре хода. А здесь, наверное, тогда амбар. Но у меня проблемы с ростом. Проблемы с ростом постоянные здесь. А, так, бразильец-то еще получается на другом континенте. Чекаем. Видим, демо разноряжение. Это плюс бразильц. Так, никто еще не встретил. А, тут не будет показано. Ты француз, да, живет? О, перегол ты живешь слева на собаку? Да, да. Да, мы играем без варваров. Но это не потому, что, типа, с ними сложно. Я, конечно, был бы за варваров. Но дело в том, что при большом количестве игроков будет слагать переход хода. Ты поставил еще один? Третий? Нет, я про второй город. Кто-нибудь поставил, по-честному? Мне просто интересно. Ну, на очки людей посмотри, и будет все понятно. На очки? На счет? Да, да, на счет. Никто не поставил? Никто не поставил, да. А когда, как ты определяешь, что первый город стоит, сколько очков? Ну, открой, да. Да, видишь, империя у всех одинаковая очков. Примеризительно. Второго у него там девять. А, типа, восемь, девять. А, ну понял. А когда будет типа империя, там, пятнадцать, например, этот второй город достает. Ну, сложно сказать, сколько очков будет, но... Их будет больше, чем восемь. Я не верю в астрологию. Я Саджитер. Арчи, жаба, кажется, победил твою игру, где мы с ним играли. Красавчик. Так, жаба может победить. Как он репортит? Там же должен победить или репортить? Мне сейчас интересно. Не знаю, что он будет делать. Он говорит, он там один на отшибе жив, 400 науки заделал, короче. Ему позволили заделать 400 науки на отшибе. Да, он говорит, там все по-перевоевали. Да, видишь, там по-английски. Я не мог им объяснить, там, бразилец начал вырываться. И хотел объяснить, чтобы мы начали вместе как-то его пилить. Конга, здорово. Я вообще внизу. Это, оказывается, даже не тудра, а тупо снег. Но там анимации красивые ветерок дают. Да, да. Бананчики. Не, это нормальное место. Здесь, может, тут на холме можно. Другой стороны не хочется как-то от чуда уходить. Особо. Какой-то континент огромный. Хорошо. Тупой. Континент огромный, а вон с американцами друг другу на голове сидим. Нет, так, подожди, ты же на другом континенте. А у меня на границе получается город. Да. Не, ну, в принципе, с одной клетки его можно будет атаковать с бонусом. Я вижу, нравится, поляк. Арчи, мастерство или раннюю империю для начала. Чтобы поселенцев дешевле строить. О, Арчи, здравствуй. А второй вторую забрал. Ну, красавцы. Это моя руинка. Это наша земля. Астралиец, ты прям очень высоко где-то живешь. Так я не понял, вот где-то снизу там? На облаках. Слева. А, слева. Астралиец, ты где относительно Торонто находишься? Вверху. Торонто или левее, или правее. С городами. А тут надо спешить, чтобы русский не поставил. Города. Да, еще вот тут надо исследовать. У меня получается пока... Раз, два, три, четыре. Пока только, типа, до пять городов. Место. Канди захватывает, так он хреновый город. Валяк, а ты-то далеко? И как вообще? Знаете, наверное, тут на холме все-таки лучше ставить. Короче, восьми пятках от Берлина. От того твоего строителя, этого дуболома далеко. Окей. Какая-то новость, да, хорошая. Вот сейчас своим разведчикам, Джек, сходи на южной реке. И увидишь, где город будет стоять. Не, я готов мирно играть с этой игрой. Посолид, ты много места для расселения? Не-а. Не, давай попозже. Я еще не понимаю, где там. У меня налево уже Джек не пойти, потому что там Перикол живет. Направо можно один город поставить. Вверх там Тундра. Вниз один город. И еще влево, я надеюсь, на побережье. Я вот думаю, вообще первый город куда ставить. В сторону Русск. Ты вверх ставь, в реке. Тундра, что ли? Классно. Почему нет? Да, ну там два холма и все. Ты один лес. Горд, Кады Горды. Ну, да, так же сейчас и работает. Ну, заберем, все было. Да, не очень, конечно, все тут. А вот границы Конго уже. Когда я тебе тоже его не отдал. Да. Я его не буду забирать. Можно, я его не буду ставить? Можно, я его ставлю? Все-таки плотно. Я туда буду встать. Все-таки плотно. Можно поставить. Прямо наклетку выше. Я не знаю, как у вас. А когда ты меня ограничил, брака. Какое, извини, я не могу тебя назвать. Меня вместо карты закрыта территория. Сейчас может продуприться. Чего у тебя закрыта территория? У меня миникарта с карты не сходится. Да, у меня тоже сейчас после того, как он метку поставил. Уберите эту метку. Уберите метку. У меня тоже такая, походу, шляпа пошла какая-то. Будем узнать, что метку ставить нельзя. Джек, слева побережье. У русского неплохое место. Нет, давайте хотя бы город где-нибудь повыше поставим. Джек, куда повыше на столицу поставить? Ты опять это начинаешь от своим поселением? Мое место, твое место. Мне просто некуда ставить. У тебя же есть место. У тебя есть слева на реке место одно. Слева на побережье второе. Слева на побережье третье. У нас сначала надо сюда ставить. Смерть лошадей хотя бы. Зачем ты выкупил эту клетку? Потому что это третий радиус, там железо. Единственное железо, которое у меня есть. Это третий радиус, это единственное железо, которое у меня есть. Это война. Да, но желез тоже нет. А война есть. А война есть, да? У тебя в тундре там вообще железо нет? Каспарта. В тундре... Сейчас посмотрю, но вроде как я не вижу. Ну, все правильно сделал, если вы купите. Купить, не купить, а построить следующий монумент. Денег мало. Я же сейчас планирую оставить городов, претенд друг к другу. Не очень вообще место. Я сейчас двинул город между вашей шаги, чтобы не поставить другой город. И в итоге остановится три города. Так, ну смотри, тогда Быковка. Зибар я забираю. Ой, Зибар мне надо забирать. Мне пофигу, что не надо, что надо. Зибар топовая гвешка. Мне пофигу, у него две лошади и железо. Топовая, не топовая. А ресурсы нужны. Зибар, я же лошадь. Зибар, я же лошадь. Как ты ставишь город, чтобы ты не напал на меня с этого города, согласен? Ну, как только я его поставлю, подпишу. Ты поставишь его? Ну, как только я его поставлю, подпишу, я не знаю, как ты действуешь. Ты, конечно, Зибар забирать от 11 стопового города. Если нету места, что делать? Мне пофиг, топовый, топовый, у меня нет ресурсов, у меня нет места. Тамфига мне этот долбанный Зибар, если я не расселиться, не смогу. Смотри, у тебя соль не справа стоит город как раз. Один, круто. Да, примерно так же. Буду в три города играть? Нет, нет, здесь я соль не ставлю, я их не взял. Нет, соль я поставлю один город, но как-то играть в три города, это не камильфон. Ладно, один в тундру, но в тундру без холмов тоже не камильфон. Если была бы нормальная территория, в смысле побольше еще, можно было там в пять городов сыграть. Если можно было бы нормально, грубо говоря, чтобы они не пересекались во втором радиусе города. А так они просто уже пересекаются. По-другому никак не поставишь. Еще и русский скаут тут бегает. Кто-то где-то. Жека, ты куда послал, ведешь? Налево. Налево, я тебе сказал конкретно, куда его доставить? Какой бледок ты мне сказал? Ну, между гор, ты мне скажи теперь, может обсудим. Димка, ну ты понимаешь, да, что мне надо будет сюда в лагерь подставить железо, потому что перекрыть. Налево собирается ставить. Вдруг ты хочешь? На реке, да, на хлопке. Я говорю, что лагерь я поставлю, вот, в три клетки, потому что перекрыть. Ну, вдруг ты агрессировать будешь. У меня просто прямой проход на стольню, смотри. Ну, я понимаю, это логично. Вот на равнину, да, которая? Да, да, да. Джек, а давай специально выкупать клетки ближе к городу, именно как бы, чтобы только стольню обезопасить, не для атаки. Джек, поставь, пожалуйста, город на западном берегу реки, тогда я поставлю между лошадей. Нет, ну, что там заобсуждались, но если поставить... Да, нет, я вот, ты че мне через реку ближайший разговор? Да, кстати, они рекомендуют тут ставить. Ну, ладно, мне. Говорились по полтаймерам, поставили метки, не сошлись характерами, кто первый поставил, воевали, в чем проблем? Ну, мы обсуждаем, мы как-то цивилизованно решаем проблему. Какая-то цивилизация-то не правильная. Ну, таймер там, да, ход-то пропусти и обсуждай. Пропустите, ход. Он Алексею видел моего бойна, не стал спрашивать, буду ли я забирать поселенца. Очевидно, что буду, он ушел в другую сторону. Если нет птицов в небе... О, немецкий поселенец. Добрый. О, второй континент. Лям, ну, по семейным случаям, это очень классно. Я смогу перекликать немцы или нет? А ты собираешься перекликивать меня, да? Ну, не знаю. Подожди, но я тоже могу поучаствовать в этой лотерее. Давайте, ребята, стоп, стоп, ребята, такой вопрос. Если один отстает по таймингу, не может вовремя начать ход, как другой, давайте все-таки по-честному. А как спасти ленцами? А как спасти ленцами? Даже потому, что я все равно последним всегда хожу, но я против. А, ну, тогда ладно. Просто я вот за себя, за тебя бы переживал, ну, ладно. Что меня тоже лагает всегда, я всегда последним почти хожу. Что, перекал, попробуем? Германия, если ты хочешь, как бы, я не буду кликать нигде. Ну, давай попробуем. Ну, как бы, если ты хочешь в начале войну, пожалуйста. Почему нет войны, в начале это пуст хороший. Да, да, я всегда в начале воюю. Может, я твоего заберу тоже? Мне как раз два раза ударить, и разведчик сдохнет. Алексей, а там внизу что находится? Море или что? Куда ты повел? Просто интересно, или озеро, что там есть? Внизу тундра. Что там находится? Не, не, справа получается. Ты поселка вправо уже повел. Ну, сейчас ладно, я сам поспал. У нас пантеон разобрали, что брать-то вообще? Ээээ, рост границ. Убирай, давай, допускаю уже. Сейчас, я... Ну, он пантеон выбирает, да, человеку пантеон выбрать. Это уж как-то узнаешь, ладно. Кстати, пантеон при 20 получается дается, да, что ли, когда 10 человек? У меня уже 15, эти. Не, пусть каждый ход, кто берет, пойди. Пытка, не пытка. Ну, вот такс. Ну что, либо миримся, либо дальше продолжаем. Ты на меня напал, и теперь ты хочешь замерить? Ага, ну сам, сам думай. А, ну ты мне тогда кого-нибудь. Ни херайте, я не дам. Красавчики. За то, что ты водил посила без прикрытия, я должен тебе еще платить, да? Нет, ты напал на меня. Ну и что? А ты водил посила без прикрытия. Я от своего прикрывал. Ну и что? Почему я должен платить за твои ошибки? Какие мои ошибки? Я ошибки не знаю. Ты правильно говорит Грей, ой, Грей, Джек, успокойся. Он попробовал на меня напасть, захотел. А ты пуп земли, что ли, я не пойму? Или святой Ватикан? Тихо, 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 ребят. Да, давайте переходить на личности. Это игра, спокойно. Я говорю вам, а вот какое значение твоей империи имеет сейчас на данной карте? Ты не Ватикан, ты не курт за мной. Почему я должен платить за твою ошибку? Не, все правильно, Джек. Блин, взял твоего пусила, да, да. Не надо мириться. Ну так не мирись, в чем вы спорите, о чем ты говоришь? Ну. Я тебя просто спросил, будем мириться или будем нормально играть? Ты говоришь, нет, мы не будем, и воюй дальше. Никто же не запрещает воевать. Конечно. Ну мы не знаем, может кто-нибудь придерживается у нас религии пацифизма. Вообще против любых войн, даже в компьютерных играх. Такой, нет, я не воюю. Я мирно развиваюсь. Ну вот Арчи, например, сегодня, он же сейчас говорит, что он будет мирно играть. Арчи мирный искает только... Я тебе кинул это предложение, если тебе интересно. В свете вот таких вот негативных явлений в мире, все-таки заключить дружбу с другом новым. Такой вопрос, ты Валеса будешь охватывать, нет? Валету никто не будет захватывать. Все, мы друзья. О, как. Заканчивайте ход, Джек. Да, да. Да, все, закончил. Валета город любви и счастья должен жить. Как считался. Лешин, я должен сматериться. Ну, как будет, так? Ну, почему? Потому что я обработал холл, единственный холл, на нем появилось железо. Я хочу сматериться. Так радоваться надо, что ты уже обработал его. Наоборот, ну... Крик радости должен быть. Мат радости, мат радости. Мат радости, это что-то? Ты сейчас обработал, у тебя Эврика, ты уже сразу его обработал. И не нужно строить рабочего, у тебя есть железо. Радоваться надо, я вообще не понимаю, о чем-то. Не, не убеждаю его, пусть сидит там, киснет. Не, ну пускай, конечно, сидит, киснет, но, по-моему, я не знаю вообще о чем-то. Ну, пять скаутов неплохо сработали на карте без варваров. Каждый ход по две руинки просто. Харвестер тайм. Ты пять скаутов построил, серьезно? Ну, я построил три, а еще два мне дали ватонки. Бонус. Австралиец, если мы замеримся, мы подпишем с тобой дружбу? Чтобы ты не ударил меня, допустим, через 25 ходов. Отстыл? Да, я успокоился. Я думаю, что если мы подпишем тебе дружбу, он ударит не через 25, а через 30 ходов. Да, мы договорились по поводу этого? Да. Ну, все, тогда я увожу воинов там, не буду у тебя грабить ничего. Ничего грабить. Караваны. Ну, зная Джека, зная Джека, я бы там напрягся со стороны другого соседа его. Он любитель вот так заключать союза и сразу другого нападать. О, рабочий. Бля, ну, грей. Не ругайся. Что за херня-то, а? Ну, а что ты хотел-то? Забрали раба. Бля, ну, рабочего. Возьми клетки от столицы воровать. Не ругайся, не ругайся. Как тут не ругаться? Ну, где юниты-то, где остановки юниты? Опять, опять, Джек, те же грабли. В сторону этого. Ведь это просто поселенцы и рабочие бегают. Зачем ты говорил ему, что можно просто бегать? Это ты начал эту войну, Грей. Изначально стрима. Кстати, да, ты говорил, что можно просто бегать. Грей. Это, типа, Арчи, все-таки мирно будет играть или нет? О, Джек, слушай. Ну, если ты не берешь генерала до сих пор, то, наверное, мирно. Ну, пока нет. Ближайшие пять ходов будет. Вот чувствую, я буду мирно играть. Повозки нет на генерала, значит, уже нет. Значит, уже не будет его. Грей, верни мне рабочего, а? Что ты готов мне предложить? Что ты хочешь? Уважение. Предлагаю уважение. Что ты хочешь на чем-то? Я не знаю, что у тебя есть. Скажи, что у тебя есть. Один у меня люкс. Какой люкс? Благовоние. Зачем тебе? Не, благовоние у меня есть. О, Димка. Так я же говорю. Слоны. Только сейчас заметил? Да, только сейчас заметил. А я смотрю на слону, давай. Блин, Россия уже лавру построила. Ну, окей, тогда я поставлю город. И сразу этим же рабочим обработаю слоновки Бейхаддам. Договорились? Договорились. Блин. Долбаный Зензибар. Ну что, Димка, скажешь? Что я скажу? Я скажу, долбаный Зензибар, который поставил воинов туда, куда я хотел город влепить. Троллит. Я здесь, как же, контролировать поселенцы русского, если он решит сюда пойти. Вообще, по-хорошему русскому надо где-то здесь город вставить. Там и жрачка, там и промка. Клетки 2-3. То есть он тут поставит, а у меня будет место для этого. Так что я бы на твое место набрался. Ничего, что у бразильца тоже как бы... И он еще тут может поставить город. То есть русского тут и тут. Меня полностью устраивает, если он пойдет в ту сторону, но не в мою. А мне нужна промка, потому что, блин, мне промка в тот, какую тут сторону. Если он наверх не будет идти, меня это устраивает. Все-таки без варваров как-то игра. О, Камикадзе, друг. Другими красками играет. Да, да, с варварами, конечно. Варвары бывают так набегами с севера, как придут. Эх. Ну да, здесь 10 камеек отбиваешь. Я против всегда без варваров играть, потому что игра меняется. Так хопа, да, 5 лучников на конях. И ты такой, опа. Тут так в шестерке еще контента маловато, как бы. Увы, мы его еще режем в разы. Нет, ну с другой стороны, зато переход хода вообще проблем нет. И 10 человек играют, и нормально. Это того стоит. Камикадзе, да. А что такое зимний такое? А, Грей. Да. Давайте ход. Дзынь-дзынь. Заканчиваем ход. Отдавай, Раба. Отдавай, Раба. Отдавай, Раба. Грей. Я отдаю Раба. Отдай, Раба. Скилл without imagination is craftsmanship. И даю ему много использований в обществе. Нет, пока не буду менять. Слушай, он не такой же плохой у тебя тут место. Нет, в руки просто нету в столь. Она отожрется просто очень сильный и очень быстро, но промки от этого не появится. Я появился на побережье в 3-х летах книжек. Я еще ходил. Бродил. Ходил, бродил. Блин, вон он поставил, где город. Значит, придется все-таки тут вставить. Блядь, а справа же море, ты просто обижал, да, получается? Там не море. Опа. Ничего себе. Я ж тигрышным с тобой соседями. Камикадз, друг. Главное, такая вот искренняя радость. Слава Харчи. Опа. Прям как будто, не знаю, Новый год настал. Камикадз. Камикадз. Друг. Он, наверное, строителя будет купить. И вот так вот сразу дружит, да? Так это... Дашь лошадей? Мне лошадей нет, пожалуйста. Лошадей дать? Ну, мне надо лошадей, да. Пригони своих, Арчи. А ты без военного лагеря, успокойся. Нет, 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 он с военным лагерем. Как это без военного лагеря? С такой стать игры уже. Ну вот я без военного. Ну, что ты не понял? Ты не друг? Чеме что? Либо вы на этом ходу построите его, в смысле, на следующем, либо на этом построили только. Очковат великих людей нет. Кто-то один уже построил. Скажу, что их будет где-то половина. Оп. Оп. А как ты умудрился построить и сразу... Громко осталось. А-а-а. Четернул. Четернул, да. Немножечко так легко. Этого генерала я заберу. А ты в какую сторону идешь-то, друг? Че? Кто? Куда? Со своим генералом. Камиказа, ну давай. Принимаешь или нет? Ну ты не дашь лошадь или нет? Если это не примешь, то да. Да, проблема. Видите, Конго построил военный лагерь. То есть, с условием, что ты против менять. Ты не будешь использовать патрон. Слишком сильные условия. И ты ставишь непонятные. Похоже на наши перешейки скамикадзи. Пора 300 спартанцев выставать. У тебя город в Тундре. И на границе Тундры 3 риса на 4. Подождите секунду. Можно спросить, Грей, а ты откуда пришел? Ты обошел, там же море. Да нет, там море, я же тебе сказал уже. Господи, то есть ты там живешь? Ну я очень далеко, ну да. А, ну слава богу. Давай тогда, не знаю, общаться будем нормально. Че говоришь в Бразилии? Общаться? Я говорю классно у русского. Тундра и следующий идет сразу 3 риса на 4 еды. То есть отжирайся не хочу. Да, там такие болота. Как там говорится по классике? Какие там города? И у тебя там Питер стоит, да? Ну походу дело, потому что Ярославлю он поставил на чудо. Чудо, конечно, Галима, потому что оно не в Тундре, а в снегах, но все равно. Какие там города? Да, походу, буду воевать с Конгой и он на меня будет нападать при этом. Ну Америка и Бразилия. Я еще сосед. Нет, я могу сказать, что Бразилия как далековато. Я думаю, что его пора уже останавливать. Россию? Да. Но это соседям нужно думать до казаков, потому что на казах соседи уже пора думать. Право прохода, зачем тебе право прохода? Я могу продать тебе. Просто так давать не буду. У кого это так много городов? В смысле? У грека 3. У грека? У русского Ярославля. Эх, три. Там шашонские расселения. Там вообще чей. Ну что, мы теперь будем... Да, мы теперь будем по 3 минуты теперь ходить. Ну. На 25-м ходу по 3 минуты. Камикадзе, хватит. Ой-ой-ой, я пропускал. Блин, что за хрень? Я не знаю, что за хрень. Камикадзе. Прошу прощения. Я сижу такой отдыхать, мы заколебали. Ой-ой-ой. Опа. Австралиец нашелся. Примерно. Не будешь мерить? Австралиец. Чё? Да. Он говорит, мириться будешь ты или нет? Ну так мы договорились. Чё, 10 раз одно тоже. Просто у тебя военный лагерь тут увидят? У всех военный лагерь. Ну, не у всех. Не у всех. Вау, ни хрена себе ты этот перс поставил в город. В смысле? Ни хрена себе. А где мне его ставить? Может сказать, по эту сторону там можно. Ну, так вот вопрос. У нас карта, да, все-таки на... Ну, мы в десятером. На восьмерых или на 12 рассчитаны? На 10. На 10. На 10. Ну, на 10 даже нет. Там 6, 8 вроде бы, нет? И 6, 8, 10, 12. Все карты в цели просто по 2 градируются. Так что, Джек, с городом-то не так, я не пойму. Ты вот далековато поставил и заблочил меня полностью. В смысле заблочил. Грек, скажи, у тебя вот на западе вообще никого, что ли? Ну, там, если ты будешь, еще столько же пройдешь, ты встретишь кон. Пошел в мой город и Спарту ставить в сторону. Слушай, Камиказе, это вот ты справа где-то, там у тебя есть место вниз, я так понимаю? Я справа, где твое поселение, это еще один город поставлю, там на реке, и все. Нет, там на реке я хочу ставить слева. Парчи, издеваешься, что ли? Это четвертый радиус на историю. Ты издеваешь? Где? Где твой посел стоит в Манзен-Фунде или как там? Где мой, кто стоит? Твой разведчик, ты что? На моих дорогах. Нет, я тебе не про эту реку, я в левее от Манзен-Фунде. А, там, там эта лоярика, конечно. Ну, там моя станица просто такая, про это и говорю. Нет, конечно. А здесь это, конечно, твой. Ребят, две минуты, го. Да, обратите внимание на таймер. Все-таки хочется поиграть за часик 4-5. Странное желание. Но, тем не менее, оно есть. Слишком странное желание, такого не должно быть. Так, ну, удваивать опыт. Это пока мы уберем. А поселенцам оставим производство. Сидней. Да, нифига не изменилось. Найс. Ты знаешь, Камикат, да мне этот генерал даже больше нравится. Слава богу. Ну, то те же самые 30. Да не буду я просто так давать право прохода ГС, успокойся. За полтинник дам. Ну, а что, разве стоит 60? Полтинник, так что выгоды есть. Так, это справа, что не слиться. Справа? Тут я куплю рабочего, обработаю мрамор. Доржакар. Пару, да. Четыре, а у тебя там вижу, что где-то... Возможно. А Торонто? Нет. Просто хочется договориться на берегу. Чтоб понимать, куда тут можно засланцев-то отправлять. Ну, нету тут вариантов у меня. Раз, два, три. Ближе я не могу. Если я сюда вниз поставлю, то тут город не влезет. А это все, где я могу только города ставить, собственно. А, вот твои границы, я понял. Так, что там с армией у Конга? Ну, он военный лагерь построил. Ну, я увидел, как у него. Только что. Ну, не то, чтобы подселил. Нормально, кстати. Стоят города, все good. А где ты хотел селиться? Ты хотел поставить на озере. Вот, на две границы. А, ну, я понял. Ну, блин, надо было просто раньше сказать. Я бы, может, тогда подумал насчет этого города. А так, конечно... Ну, я не специально. Я просто не видел твоих границ. Я не думал, что мы в этом плане где-то будем там... Оспаривать эту территорию. Так что, сорян. Православие основано. Кто тебя так подселил, Камиканцы? Кто это такой? Там, Алексей. 24 веры в ход. Это кто? 24 русского. Ну, логично. Ну, да. Не, там хорошая такая тундра с лесами. Секунду к концу. В грузке, глянь-ка, сделал. Просто он иезуитское взял. Ну, да. У него дофига веры будет покупать все это дело. Что ему? Кто за? У Германии. Ну, у тебя места все равно, как бы... Да, может, этот город немножко тебе там не жил, но там все равно супер места. У Германии еще на побережье место с... Ушимарьером рифом. Так я вижу, вижу. Я и говорю, что места-то отличные. Ну, то, что я тут типа рядом поселился, ну и хрен с ним. Ну, Жек, это такой город. А? Ну, то есть бывает, он прям под меня поставил. Да почему мне рекомендуют тут интереснее ставить? Прям под тебя. Жек, истина познается в сравнении. Не знаю, какие у него места есть. Может, у него самого негде уже. Просто там, чтобы понимать, Франкфурт стоит на слонах типа 2-3. Там и овцы 3-1, и железо, и клетки 2-2, и лошади. Ну, о чем мы говорим? Немец, я через Франкфурт пройду туда направо. Народ, а если климат стоит теплый, тундры меньше будет? Наверное, джунглей просто будет больше. Нет, там по идее, да, там не то что... Там от тундры будет меньше, пустыни будет больше. Лугов, по-моему, будет меньше, равнин будет больше. Тундры очень много в игре, очень. Тундры, я бы не сказал, что очень много. Значит, 6 клеток просто отъел тундрового. Ну, я думал, ну вот я в тундре поселился, ну как бы появился, но тут такая тундра лайтовая. Нет, у меня вот снизу от Америки там бешеное количество территории тундры, но я не думаю, что это очень много. Пятерка неплохо была. У меня над орфинами бешеное количество тундры. Не, ну как? У меня вот территория 6 клеток тундры, потом еще 5 клеток снега. Ну, давай посчитаем, померяемся с тундрой. Давай померяемся с тундрой. Померяемся с тундрой. 6 клеток тундры и 5 клеток снега. Ну, то есть нормально так, одинаково. Печально. Это разный полюс, видимо. Да, 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 я на южном. Ну, я на серном. Ну, очевидно. Не, русскому, конечно, завезло с тундры вообще. Классно такие места, лесов много, жрачки много. Да, ну тут, ну, получается у меня 1, 2, 3, 4, 5 городов. Вот реально. Больше ставить просто негде. Что-то я боюсь на Задибар нападать. Че, не в армии большая? Да я че-то как-то, да. Там уже 5 луков, 4 дуболома. Ты, главное, в мою сторону только не поворачивайся. Да, она пошла мне на тебя идти. Камикадзе, ты вышел на тропу войны? А? Ты вышел на тропу войны или кто? Нет, еще никуда не выходил. А кто-то сказал последнее. Я говорю, что она, че мне на тебя нападать, у меня железа нету. На всадниках, по холмам. Спасибо. Жак, мир. Так, в следующем ходу мы поменяем с поселенцев на строителей. Надо будет больше строителей. Жак, Махин-Жадара будет падать? На Килиманджаро не твой фай. Возможно, но я еще не уверен. Ага. Ты просто, если что... Конго, там предложение было. Какое? Блин, ну у Германии места. Просто я смотрю и офигеваю, блин, почувствую разницу. Мы его подсерили, его закрыли. У него там куча места справа. Ахина. А где обещанные слоны в договоре? Нет, самые просто сочные клетки. Зацени просто, какие там. То есть у тебя там, грубо говоря, благовония вонючие, а там именно шоколадки. У него все есть. У него есть сифромка, и люксей, и жрачка. И все это бречка. У нас на этом сраном континенте, грубо говоря, три люкса. Ну что, вы там сходите, нет? Мы на следующий. Тоже, знаете, фиг знает строители армию. У него есть генерал. Политика – это артисты. Может решать, нападать, не нападать мне с генералом. О, дружественный рабочий. Жил в реке, куча места, вообще миллион клеток просто. У меня много. Ты про моего рабочего, у которого около генерала стоит, что ли? Ну, он стоит около генерала, но он не охраняется. Что значит не охраняется? Это уже безумие какое-то. Ну, ты же через реку не сможешь, как бы, его защитить. Я думаю, что не стоит такую же войну объявлять, чтобы мы разведомые бегали с гудру. Колесили по территории. Я знаю, по-моему, это же свой стик. А, Грек, мы миримся? Строители. Ну, там появится обещанный люкс, мы миримся. Через три хода он появится. У меня рабочий сделает, с вами? Так, что с армией? Так, Конго строит армию. Какой боль, когда столица луба. Кому-нибудь нужны благовония? Да, давай мне. Как много наций. Мы не встретились, по-моему. Мы не встретились. Я тебе все равно ничего не отдал бы взамен. Ну, на лисички, наверное, скоро смогу поменяться. Камикадзе, а как там найти кого-то еще рядом с тобой, кроме Негрека? Камикадзе? Я Грек. Камикадзе, Саня, не знает. Где? Я вот иду к его сторону, откуда он пришел. Это он там вообще море меня окружает. Я вообще не понял. На нашем перешейке нет ни реки, ни гор, вообще ничего там. Города стоят. А вы там далеко от Конго кто-нибудь? Да. У меня... Я волнуюсь, что на меня сейчас нападает будет. А кто такой Конго? Это Камикадзе, по-моему, да? А, красавчик. Тогда бойся, Леша. Сейчас мы пойдем. Да, у Камикадзе, по-моему, армии-то нет. С чем он пойдет? Ну как? С желанием. Почему нет? Победить. Он второй по армии. У него было два хода назад 40, уже 120. Плюс у него генерал. Это трилук и один дуболом. Ну все, у него нет. У нас же салон или юнит есть. Сейчас он проапает своих дуболомов у мечники и пойдет. Да, так же будет. У меня трилук и два дуболома. Ну у него сейчас нету армии. Ну блин, это вопрос времени. Ежа-бежа Конго. А у меня плюс еще железа нету. Я понимаю, что они очень крутые. Круче обычно. Круче обычных, естественно, защита от лука. Как ни крутись, вещь хорошая, но... Я бы не сказал, что они прям такие, прям ух. Ну они по джунглям вроде скачут, нет? Скачут? А как лошадь? На скале. Нет, там же наоборот кто не скачет. Кто не скачет. На скале. Не разбираюсь в украинском фольклоре. Я тоже понятия не помню. О, поляк. Так, я думаю, что эту армию Занзибара буду ходу в пять перемалывать только. У нас таймер. Бразилец, я шкиваю даже и на всадниках, не смогу приехать, у меня лошадей нет. Вот. Конго значит за тобой там где-то лошадь, да? К нам не то, чтобы за ним, а с ним, я бы так сказал. У нас симбиоз. Леша, предложение. Ты со всеми дружбу заключаешь, да? Да, я в этой игре дружный. Ты в этой игре женщина. О, как. А ты отыгрывай роль, Ядвиги, как-то. Обольщай нас. Лук-Кунг особо не обольстишь, они дикари. Ну что там со слонами тут жарить? Реально, нету железа вообще. Ну мне нужно, потому что. Кошло два года, у меня хочет только на следующем ходу строиться. Трындец. И лошади только одни. А, не, вот еще были. А, отлично. Слушайте, тогда давайте... Лошади лучше пойдем. А, вот эти вот горы, там между ними что-нибудь вообще есть? Или это такая огромнейшая гряда? Это вот огромнейшая такая гряда. То есть там все в горах, да? Да, вот я хочу как раз смотреть, видишь ты бананы там? Нет. Я вижу снизу и вижу сверху территорию. Тут огромная гряда, она по толщине, по центру в три клетки. Таймер. То есть, я так понимаю, что мы чтобы в любом случае будем воевать когда-нибудь, да? Россия, Россия, ход заканчивай. Какого нет смысла? А куда тебе наверх, что ли? Я буду вытягиваться вдоль моря, да? Вдоль море вытягиваться, да. Там как бы ДД-шка. Ты же брать. Бруссады. Поэтому я бы, например, не хотел с тобой выиграть. Я бы лучше. Места бы торговать можно было, как раз удобно. Меня больше всего, на самом деле, волнуешься, ты, а я русский? Потому что он выйдет в казаков, это все это кранты. Ну вот смотри, вот как бы в данном случае, как бы я опять же могу против русского тебя поддержать. Потому что у меня гряда, тут, тут три клетки прохода, там три клетки прохода. Ну пусть я делаю. Я могу даже пилизгать. Плюс 10 к боевым еще при обороне от дальнобойных атак. Поехали казаки. Может перемещаться и видеть сквозь обычные тропические леса. Класс. Все. Полностью в пользу Конго, да? Все же, и тропические леса, в пользу него, и он против дальних атак. Но я сейчас надеюсь, что лошади обработают. Если будет ходов через 30 дней, не меньше. Надо бы сюда идти, смотреть на Конго. Ну я думаю, больше. Не меньше, как бы там, просто чудо хорошее. Но культура будет бешеное количество, он будет покупать этих. Может быть даже поменьше будет. Мы вчера тоже играли с русских, надо сдерживать, надо сдерживать. В итоге до казаков дожили, а он чуть троим без замет. Не, ну как бы я постепенно в его сторону буду идти, потому что мне на Бразилии идти далековато. Блин, там через горы, хрен пройдешь. Ну сколько там вообще у русского сосредия, которые имеют возможность воевать? Ну, у Меританицы и Египет. У Меританицы. Вдвое, тем более такие сильные люди. Ну, на меня будет сейчас Конго нападать, так что я не имею возможности воевать. Американцы, ты можешь разобрать своего этого? Развитчик. Так, ну у него только три города. Верху, около города. Да, да, да. Спасибо. Просто на автомате бегать. Так, ребят, а получается вот Австралия, потом слева Греция, да, потом кто-то еще слева там, Греция, Конго. А потом? Хреново, подошел. Давайте смотреть, можем ли мы еще где-то городу поставить. Я не заделарею дедауру. Русским, не жизнерей, слева на кавалерии. Американец, чуть выше, американцы. Они будут фейли. I don't заделарею дедауру,no知. Вот, просто не смотрю, на глоболы и слева. Они будут фейли. Играйте в умные игры На этом пока все Продолжение, надеюсь, завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры